Проект Сэндичати, США, пандемия скуки Рад Шперса Проект Сэндичати, США 6 апреля 2020 года Лондон По всему миру люди вынуждены оставаться в заперти, чтобы остановить пандемию ЧАВИ-19 Но будьте осторожны, существует другой недуг, чей уровень заразности выше, чем у любого вируса Серьезной угрозой для здоровья людей сейчас становится скука Возможно ли, что по мере роста нашей озабоченности физической угрозой, исходящей от вируса, возрастает наша недооценка наносимого психологического вреда, в частности, усиление негативных эмоциональных состояний, например, скуки Некоторые психоаналитики считают, что, когда скука становится постоянной, она может превратиться в невротическую болезнь под названием алисос, алисосис Историческая скука ассоциировалась с утомлением от рутины на рабочем месте Но эпидемия монотонности, с которой мы столкнулись, является необычным вариантом того, что психологи называют скукой досуга Многие люди не сталкивались с такого рода скукой раньше, и поэтому им может быть труднее с ней справиться Известно, что сильная скука может быть связана с целым букетом проблем Среди них, азартные игры, рискованное вождение, самовредительство, алкоголизм, наркомания, депрессия, суицид, психоз, паранойя, раздражительность, агрессивность и даже убийство В 2018 году в журнале судебно-экспертных наук, Яурнала Форен Сичьенчис, было опубликовано расследование мотивов убийства двумя 16-летними подростками из Айдаха своего одноклассника, которому было нанесено 30 ножевых ранений В статье делался вывод, что такие факторы, как желание избавиться от скуки и потребность в острых ощущениях, в данном случае они были очевидны, являются общими для множества форм проведения досуга, как законных, так и отклоняющихся от нормы Скука не является какой-то новой областью исследований В антихристе философ Фридрих Ницше отмечал, что со скукой даже богам бороться тщетно В записках из подполья Федор Достоевский писал, конечно, от скуки чего не выдумаешь Ведь и золотые булавки от скуки втыкаются, но это бы все ничего Скверно то, это опять так и я говорю, что чего доброго, пожалуй, и золотым булавкам тогда обрадуется Новейшие психологические исследования скуки обнаружили еще одну тенденцию Скука толкает людей в политические крайности, к повышенной готовности рисковать компульсивности Если эта тенденция будет воспроизводиться на уровне домохозяйств, тогда даже после того, как пандемия вируса пойдет на спад, мы останемся с фундаментально изменившимся психологическим и политическим ландшафтом В 2016 году психологи Виджнант Вантелбург из Университета Эссекся и Эрик Айгоу из Университета Лемерика опубликовали статью в европейском журнале социальной психологии под названием «Склонность к политическим крайностям в ответ на скуку» По их словам, ранее было принято считать, что электорат толкает в политические крайности экзистенциальные угрозы Например, демагоги, делающие акцент на угрозе для общества со стороны иностранцев или любых других козлов отпущения, возбуждают в электорате чувство страха Однако Тилбург и Айгоу выяснили, что чувство скуки, возникающее, когда перед людьми ставят очень скучные задачи, приводит к значительной политической поляризации Как пишут Тилбург и Айгоу, люди, придерживающиеся более радикальных политических взглядов, утверждают, что они лучше понимают мир, хотя их объяснения могут быть излишне упрощенными или вообще неверными В ситуации, когда мы сталкиваемся с крупной угрозой, психология заставляет нас стремиться к определенности и последовательности, в то время как состояние скуки провоцирует поиски смысла, что помогает объяснить политические сдвиги, которые она вызывает Эти выводы означают, что нынешняя вирусная пандемия представляет собой двойное проклятие, еще сильнее толкающий мир в сторону политического экстремизма Помимо карантина, гриппозных симптомов и смерти, ЧВИ-19 принес с собой еще одну серьезную экзистенциальную угрозу в виде массовой скуки Джиллиан Уилсон из Университета Теннио Шо Олд в своей недавней статье повторила выводы Тилбурга и Айгоу о том, что скука толкает людей в политические крайности Но она выяснила, что скука провоцирует экстремизм среди консерваторов, а не либералов Интригующим последствием этого может стать расширение электоральной поддержки крайне правых лидеров, таких как Дональд Трамп и Борис Джонсон А это может подтолкнуть их к проведению еще более авторитарной политики И более того, нынешняя вирусная пандемия может вызвать закручивание политической спирали, ведущей к фанатизму, причем в массовых масштабах Еще одно новое исследование, опубликованное в журнале поведенческих аспектов принятия решений, Яурналов Биавиаралдич и Сион Макинг Помогло выяснить, что люди, подверженные скуке, имеют более высокую склонность к рискам в сфере финансов, этики, досуга, медицины и безопасности В этом исследовании, проведенном Тилбургом, Айгоу и Айша Нуркалыч, делается вывод, что повышенная склонность к рискам может объясняться ослаблением самоконтроля из-за скуки А в исследовании, опубликованном в журнале «Социальная психология», на этот раз его авторами были Айгоу, Тилбург и Андрю Майнихан Представлены дополнительные доказательства роста склонности к рискам Все эти исследования можно рассматривать как предостережение Приказ людям сидеть дома и соблюдать правила борьбы с инфекцией может вернуться бумерангом, если эти меры будут усиливать скуку Скучающие люди больше склонны к рискованному поведению, будь это нарушение законов и правил или же риск собственным здоровьем Мы можем этого не понимать, но ключевая причина, по которой мы ездим в отпуск, в том, что смена обстановки – это лекарство от скуки В обозримом будущем мы лишены этого лекарства Мы не можем сменить обстановку, даже просто выйдя на улицу настолько, насколько нам хочется, или даже необходимо Авторитарные правители и диктаторы во всем мире уже могут радоваться той поддержке, которая, возможно, вскоре у них появится Рад Шперса, лондонский психиатр и автор, вместе с Питером Брюгеном, книги-справочник по получению наилучшей психиатрической помощи Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ